АПЛОДИСМЕНТЫ Мужчину не нужно ждать, мужчину нужно брать. Поэтому сегодня одного жениха я точно заберу. А помогут мне в этом Ирина и Снежанна. Евгения, 26 лет. Забиралась замуж за состоятельного, щедрого и любящего мужчину, но после мелкой бытовой ссоры приняла решение прекратить с ним всяческие отношения. Евгения в прошлом стюардесса. Сейчас сотрудница отдела кадров в крупной компании. Гордится отличным знанием английского языка. Мечтает побывать на карнавале в Рио-де-Жанейро. Евгения не ответит взаимностью слишком худому и дерзкому поклоннику. Выйдет замуж за начитанного интеллигентного мужчину, который будет чувствовать себя одинаково комфортно как в светском обществе, так и на сельской дискотеке. Я прочитала вашу историю и очень удивилась. Обычно девчонки мечтают выйти за принцев, а вы бежали от принца. Может быть, вам эта история приснилась? Нет, мне эта история не приснилась. Она была так же наяву, как я сейчас вижу вас. Тогда расскажите ее сами. Все началось с того, когда я пошла учиться работать на стюардессу. Меня после моих стажерских полетов сразу же направили работать в бизнес-класс. С такой внешностью сразу в бизнес-класс. Очень многие мужчины, вы понимаете, что в бизнес-классе летают достаточно состоятельные мужчины, давали мне свои визитки. У меня дома даже была целая коллекция их, но меня никто не цеплял. И однажды, полетев в Сербию, туда на обратном рейсе зашел очень привлекательный мужчина. Мужчина в возрасте. Ему было 40 лет на тот момент. Да, он русский, да. Но живет и работает в Сербии. Он сел, как сейчас помню, на самое последнее кресло в бизнес-классе. И когда я подошла к нему и начала диалог, как это у нас заведено, он даже ничего не мог сказать. Я сначала даже не поняла, почему. Потом, как оказалось, он с первого взгляда в меня влюбился. Ну, конечно, с первого взгляда влюбился, еще бы. И когда наш рейс подходил к концу, он передал мне записку. Но не просто записку с телефоном «Позвони мне, девочка», а записку с великолепными стихами. Это были очень красивые стихи с номером телефона. После рейса я решила позвонить, потому что, ну... Понравилось. Да, мне это очень польстило. Он был с водителем, он довез меня до дома. И потом началась наша история ухаживания. Три месяца он прилетал каждую неделю из Сербии. Он красиво за мной ухаживал. Это были огромные букеты роз, это были кольца, бриллианты, рестораны. Ой, бриллианты, это хорошо, а. Мне не нравятся материальные аспекты, опять, кольца, бриллианты, рестораны. Вы познакомились с мамой. С мамой знакомство произошло в таком, значит, контексте. Он... Три месяца прошло после того, как вот мы были знакомы, как он прилетал. И он просто прилетел, говорит, Жень, я вот заказал, ну, один из шикарных московских ресторанов. Не могла бы ты пригласить маму? Я, конечно, заподозрила, для каких целей. Я говорю, ну, конечно, пришла моя мама, и все было очень красиво. Он мне сделал предложение на одном колене, руки и сердце, раскрыл карты, кто он, кем он является. Он был генеральным директором одной очень известной нефтяной компании Балканского полуострова. Я об этом не знала. То есть краник был? Ничего, уходим? Нет, остаемся, ну, раз пришли, остаемся. А отец у вас есть? Да, у меня есть отец, но отец мой болеет, и поэтому он как бы не мог приехать. Хорошо, и мама дала добро, благословила вас. Да, мама нас благословила, мы улетели в Сербию, я бросила работу. Все было великолепно, все было шикарно. У меня было и водители, и машины, и каждый день шоппинг. Я очень люблю готовить. Я очень педантичная, я поддерживала в доме порядок, там, конечно, шикарный был дом. Я старалась. Сами убирались? Почему нет? Мне это приятно. Я сам готовлю, прекрасно готовлю, от и до. И сам могу убирать все. Ну тебе же приятно, когда тебе готовят, правда? Хотели произвести впечатление, хотели показать, какая вы хорошая? Ну, конечно, мне приятно. Ну, а я неплохая, я хорошая. И когда ты мужчина, у тебя есть к нему чувства, ты хочешь для него сделать только лучше и лучше. Я как бы держала все под контролем, чтобы я могла знать, где что в доме лежит, а дом был большой. А о свадьбе? О свадьбе была речь в Париже. Потому что его, как бы, он ушел к секретарше. Но потом эта секретарша, родив от него ребенка, ушла от него. Вот подумайте, уйдет ли женщина от состоятельного мужчины с ребенком сама? И потом она просто названивала ему, просила перевести деньги. Вот у меня тоже складывается впечатление, а все ли у вас нехорошо? Вот так вот, все так отшоколадно прямо. Вы знаете, Роза, мне говорят об этом все, и подруги, и мама, но у меня такое воспитание. Мои родители, у них, они сыграли свадьбу по огромной любви. И всю жизнь мой отец, мою маму называл только Леночка. Давайте не декларировать, а давайте все-таки дойдем до конца. И я хотела, мне нужны чувства. А у меня чувств к нему, вот, щелчок был, и меня на 180 градусов. Меня стало раздражать даже, как он ест. А человек был очень... После чего? Произошла такая история, что мы поехали с его подчиненными отмечать Новый год в Венецию. И там он просто приревновал меня ни к чему, абсолютно к тому, что я с ними смеюсь и с ними разговариваю. То есть я вошла в контакт, а он мне говорил, ты госпожа? Я говорю, ну я не могу сидеть надменно, зачем же ты позвал тогда этих людей на Новый год? Новый год, праздник домашний. Ну, просто закончилось шампанское, он пошел в номер за шампанское, а вы в это время, вместо того, чтобы пойти с ним, пошли перекурить с его подчиненными. Ну, извините, я же не могу читать мысли. Если бы он попросил меня сходить, я бы пошла, мне это ничего не стоило. А как же он, принц, король, если вы королева, принцесса и царица, побежал в номер-то за шампанским? Ну, дал бы ключи, ему принесли бы. Ну, вот это тоже остается под вопросом. Ну, вот, что называется, классическая картинка золотой клетки. Я не знаю, что за отношения были, если они поругались просто. Да и нужна была бы, она бы была с ним. Может быть, ему показалось, что вы себя как-то непотребно вели? Может быть, вы выпили там сигареты? Может быть, это выглядело... А в курилку вы зачем пошли? Вы курите? Нет, я не курю. Еще бы она курила. Еще бы она курила. Я пошла за компанию. Мы стояли, там были все пары, все супружеские пары. Там не было какого-то одного мужчины или одной женщины. Все были по парам. Скажите, он вас не пытался вернуть? Да. Когда я уехала, я не взяла ничего из того, что он мне подарил. А поверьте, подарено было очень много. Он приехал к моей маме и сказал, я вашу Женю настолько люблю, вот, литр крови, вот, орган. Я за нее отдам и, не задумываясь, привез всю одежду мне. Ну, а я не могу. Скажите, а почему не взяли то, что вам принадлежит? Во-первых, я считаю то, что он ко мне был добр все-таки. И, на самом деле, может быть, я в чем была неправа, я уехала, не попрощавшись, пока его не было. А вот зачем мужчине, извините, женские вещи? Вот зачем? Это же прям как будто надругательство над мужчиной. Нет, он помогает детям, отдал бы в приют. А, от вашей трусики отдал бы, да, и бриллианты. Речь идет о бриллиантах, не о трусиках. Ну, если вам легче жить, будучи никому не обязанной, ничем, то на здоровье. Я ничего не взяла, от всего отказалась. Сейчас вот мы вместе поживем и всего вместе добьемся. Сегодня за кем пришли? Чего ожидаете от программы? Кого хотите встретить? Вы знаете, хочу встретить, я не говорю о принце на белом коне, да, это избито. Хочется встретить порядочного джентльмена и вместе идти по жизни и всего добиваться. Скажите, а ведь жизнь в браке тяжелая вещь. Кто-то из партнеров обязательно споткнется и не единожды, да, ну, хочется думать, за долгие годы. А вы вообще, в принципе, умеете прощать? Вы умеете быть снисходительной? Вы можете делать скидки там на то, что человек был в возбужденном состоянии, Новый год, шампанское или еще что? Или с вами нужно быть предельно осторожным, потому что вы чуть что встанете в позу? Нет, вы знаете, я такой человек, для меня важны чувства. Для меня кумиры мои родители, и для меня важны чувства. Я поторопилась с переездом. Нет, на будущее, мы уже закрыли ту историю, мы вот сегодня будем уже рассматривать мужчин, которые придут за вас бороться. Чтобы пробежала искра. И когда она пробежит, если я влюблюсь, то я сделаю все для этого человека. А нет, вы должны чувствовать в себе этот потенциал. Можете вы или нет? Конечно. Да, я готова к теме успехи. У вас есть уже вот это самое терпение, которое в браке необходимо. Конечно. А вот переждайте, у вас уже своя квартира есть, или вы с мамой живете? Я живу с мамой, но эта квартира наша, плюс у меня еще одна есть квартира. Вы ее сдаете, да? Там сейчас живет отец, потому что он болеет. В общем, приданной у нас особо-то нет, кроме как в декларации. А машину сами купили, да? Да. Кредитов у нас нет? Кредитов нет. Очень хорошо. Есть такое понятие, в христианской теологии оно пришло от древних греков. Четыре кардинальные добродетели. Считалось, что если человек обладает вот этими качествами, или старается обладать, то он будет самосовершенствоваться. Прежде всего, это мужество или смелость. Вторая добродетель – это умеренность, справедливость и мудрость. Наверное, в силу возраста мудрости еще хотелось бы поучиться и мужества. Иногда я могу иструсить. А в мужчине какую бы из добродетелей хотели бы видеть в первую очередь? Ну, вот скорее, вы знаете, наверное, мудрость хотелось бы, чтобы поучиться, и порядочность. Вы прихорошенькая, я вам хочу сказать. У вас столько жизни, у вас столько обаяния. Конечно, хочется, чтобы рядом с вами был защитник. Потому что вы еще, мне кажется, склонны увлекаться и терять голову. Поэтому я бы вам советовала взрослого мужчину, то есть значительно старше вас, который бы чем-нибудь вас так зацепил, чтобы вы шли за ним, хотя вы первые годы в браке с открытым ртом. Поэтому не тяните на себя пока, не вступайте в глупые споры. И еще, как мама говорила в детстве, вот прежде чем что-то совершить, посчитай до тысячи хотя бы. Не рубите с плеча. Вам в ближайшее время жизнь отмерит любви, но отмерит и иллюзии, к сожалению. Дирекционная Венера делает и квадрат с Марсом, то есть страсти будут кипеть, но и соединяется с Нептоном. Вы, конечно, своего возлюбленного следующего будете видеть через пелену. Вот я вам, конечно, желаю чувств, но желаю как можно меньше иллюзий. И я хочу верить, что наша программа сегодня часть этих иллюзий отрежет. А у меня последний вопрос. Вы деньги любите? Конечно, люблю. Ну, а что я могу сказать? Судя по вашему рассказу, вы прошли школу управления богатым мужчиной. Ай, все, а богатство я свое. В данный период не вижу препятствий этому всему. Я вот тут специально вычитала, что быстренько в тезисах. Значит, чему вы научились? Вы научились проверять мужчин на прочность. Деньгами имеется в виду. Тем самым делали его настоящим мужчиной. А вы научились перераспределять полученные деньги на благо семьи. Я надеюсь. Ну, собственно говоря, если вы всеми этими качествами обладаете, значит, сегодня буду искать вам богатого мужчину. Вы к нему готовы? Спасибо большое, Роза. Нет, я с тобой не согласна. Первый раз вы совершенно не готовы к богатому мужчине. Потому что они же понимают, кто платит, кто-то танцует. Поэтому вы должны пройти целую школу, как себя вести рядом с богатым мужчиной. Понимаете? Потому что иначе будет следующее, следующее, следующее. Для богатого мужчины, который зарабатывает, женщина должна быть удобной в первую очередь. Ему должно быть в браке с этой женщиной легче и удобнее, чем без нее. Вот все это трудно. У вас другой характер. Мне кажется, вы можете многое себе позволить, то, чего с ними нельзя. Вы сразу сровнее, с мальчишкой, 26 лет можете показывать характер, а там уже нет. Как правило, женщины с богатыми мужчинами живут в двойной жизни. Это уже ни для кого не секрет. После рекламы у нашей невесты состоится первое свидание. Не пропустите. Вы смотрите «Давай поженимся». Здесь у нас студия Евгения. Встречайте, короче, у Жениха Алдача. Но он тоже не маленький. У меня для вас сувениры. Спасибо. Я привез из Праги. Могу передать, да? Спасибо. Это будет приятно. Я подумал, раз Василиса связана со временем, то вот часы будут уместным подарком. Прошли часы. Спасибо большое. Да, это хендмейд, то есть это ручная работа. Потом я хотел бы подарить Ларисе вот такую вот... Это ручная акварель сделана, то есть тоже ручная работа. Это вам, каждой. Ну, вы можете выбрать, какая больше понравится. И вот тоже ручная работа. Это вот такие две кружечки. Подарки такие прям со смыслом. Молодец. И у меня есть вот такой небольшой подарок для невесты. Я дарю женщинам только драгоценности. Опа! Вот, и поэтому, ну, я начал со скромных драгоценностей, конечно, как знак внимания. Прошу передать их тогда. Да, это смотри. Ну-ка, сын-ка. Караты считают, считают, караты. Считают. Взвесили. С кем вы? Это Евгений и Максим. Давайте на вас посмотрим и знаем вас получше. Евгений, 43 года. Предприниматель, владелец нескольких компаний в России и в Чехии. Планирует построить отель в Испании. Предупреждает, что всегда извиняется, если понимает, что был неправ. Признается, что был дважды судим. Гордится тем, что каждый раз доказывал свою невиновность. Все жены Евгения прекращали с ним отношения, как только у него начинались проблемы с законом. Надеется, что Евгения не предаст его в трудную минуту. Жень, ну я надеюсь, вы никого не грабили, не убивали? Да нет, конечно. Там речь шла просто о заказном деле. Об этом писали газеты, журналы. В принципе, в интернете есть информация. А кого заказывали? Или чего заказывали? Заказали меня. Я продал, не имел не осторожность продать автомобиль, очень дорогой. Сыну замначальника ОВД. Человек мне разбил машину и попытался мне вернуть ее назад, не рассчитавшись со мной. То есть его порекомендовали мне как человека надежного. Я отказался машину брать назад. И, соответственно, он мне пообещал проблемы. Ну и, в общем-то, эти проблемы, они искусственно создали. Я был 8 лет в розыске. В Интерпол меня разыскивал. Но я жил уже в Чехии. 8 лет? Обалдеть! Я его знаю. Меня оправдали полностью. Перед вами извинились. Я знаю, вам огромную компенсацию даже выплатили. Ну, не огромную, это порядка 110 тысяч долларов. Копейки, Господи, Боже мой. Кому-то суп жидкий, кому-то жемчуг мелкий. Скажите, вы были женат на то время. Почему вас жена от такого прекрасного не поддержала невиновного? Вы знаете, в общем-то, с первой женой мы прожили 13 лет. Инициатива уехать из России исходила от ее стороны. Она занималась бизнесом, в общем, построенной на мои деньги. Сколько вы лет пробыли в местах отдаленных? В общей сложности, получается, год в России. И дважды там меня экстрадиционные были аресты. Когда был запрос в генпрокуратуру, меня нужно было арестовать, поместить там в тюрьму для передачи российским... Ну, хорошо, жена не хотела в этом участвовать. Или она вас уже на тот момент не любила. Такой серьезный мужчина-то. Серьезный конкурент. Она приняла решение, что, в принципе, я был не нужен. А второй брак был через сколько? Ну, а так как получилось, я был один и познакомился с чешкой. И, в общем-то, после месяца отношения она пришла, сказала, я тебя люблю, я беременна, хочу родить от тебя ребенка. Я говорю, ну, ты же знаешь мою ситуацию, в которой у меня постоянно идут запросы с генпрокуратуры. То есть меня арестовали на 38 дней, выпустили. Россия постоянно оставит на моей выдаче, не имея ничего фактически. Но она говорит, ну, мне все равно, я вот тебя люблю, рожу от тебя ребенка. Я считаю, что ребенок должен родиться в семье, где есть папа, мама. А вот как мы с тобой, как взрослые люди, уже... Я уже поняла, вы женились. Да, я зарегистрировал с ним брак, да. Ну, вас опять забрали, да? Ну, да, меня арестовали снова. Я уже устал от этого, от постоянных этих противодействий, так сказать, моей выдачи экстрадиции в Россию. Я подписал сам документы. Женщики вставали? Повязались. Я надеялся, конечно, что я не буду, не пройду через СИЗО. Но экстрадиция есть экстрадиция, соответственно, было. Ну, вам легче было отсидеть какое-то время, да? Вы приехали, и жена по тому же сценарию, что и первая отказалась, да, предала вас? Да, она сразу подала на развод. Больше не женились? Я женился потом третий раз. Я познакомился случайно с девушкой, которая потом выяснилась, была дочерью моего знакомого, с которым даже у нас были дела общие там в 90-х годах. А сколько девушке лет? 26. Вот. И, в общем-то, она занималась бизнесом. Изначально, конечно, такая была вся оболочка у нее, что вот у нее офис в центре города. Ну, наболела у человека, наболела. Не, ну, спрашивай. Ну, видно, что он вообще очень любит поговорить. Короче, женились немножко по расчету, честно говоря. Любви не было, с ее стороны были чувства. Я подумал, что, в принципе, я могу создать семью. Вы женились, и буквально второй день выяснилось, что у нее все это в долг, она везде кругом должна, спит до обеда, ничем не занимается, и вы должны были покрывать ее расходы. К сожалению, просто в силу вот психологии женщины, она набрасывает вуаль на реалии, она это смотрит через свою вуаль. Ей казалось, что она успешна. Вы все производите впечатление. Мне хотелось семью и хотелось ребенка. Но мне не хотелось, с другой стороны, иметь жену, которая просто, я не знаю, если это будет уместно слово, сядет на подножку. Вот, мне хотелось, чтобы она была интересна, красива, умна, она была способна мне помогать. А почему взрослую-то не взять? А что ж все по молодым-то? И потом удивляетесь чего-то. А я не нравлюсь взрослым женщинам. Правда? Вы не очень нравитесь женщинам. Женя, а как вы относитесь к татуировкам на теле женщины? Очень отрицательно. Девушки, не делайте ни татуировок, не колите губы. Белороны без злотой. 90% колят сейчас, наверное. Да, пирсинг. Женщина с татуировками, это неприемлемо. Ну тогда, милый, и я не подойду вам. У меня тоже есть. Ты вообще не подойдешь в силу возраста. Мне кажется, ей нужен проще какой-то человек. Помоложе. Поменьше ростом. Волосателем. Волосателем поменьше ростом. Вот скажите, Жень, сегодня уже в возрасте 43 лет, имея такой багаж, опыт за плечами, на что готовы в браке закрывать глаза, а на что точно нет? Мне не нравится, когда у женщин всегда первым пунктом идет материальное обстояние мужчины. Он меня водил туда, мне купил это, он мне это. Скажи, какой он человек? Хорошо ли тебе с ним комфортно? Если он водил ее туда, сюда, покупал это, то и все, значит, он хороший человек. Так рассуждают многие женщины. Вот как у Женечки история с этим миллиончиком, понимаете? Поэтому вы, дорогой мой, либо вы встречаете ровню, которая так же надорвалась уже в этой жизни, и вы вместе счастливо за ручку, так по храму, вы идете по Европе, понимаете? А когда вы такую козу 26-летнюю берете, у которой татушки, и она вся, глаз горит, понимаете, не надорвитесь? Ну, конечно, она пылесосит, начнет вот с такими формами, это же что, я потом... Лучше я встану пораньше сам про пылесошу, а то у меня мысли будет только о другом смысле. Правильно рассуждаете. Молодая жена такая. Хорошо. Пылесосит. Хочется посмотреть на сюрприз. Интересно, что же он приготовил? Очень интересно. Спасибо. 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 Женечка. Вы можете забирать своих друзей, проходить в свою комнату, пока мы вас обсудим. А вы к нам идете, Женя. Ирина из Снежана. Как вам жених? Я в шоке. От чего? Ну, честно говоря, я думаю, что Женя абсолютно не подходит, этот мужчина. Я абсолютно ни разу не слышала, что он сказал, что я люблю, я любил. Он всегда подчеркивает о том, что любили его. Но обстоятельства сложились так, что он вынужден был жениться. Подруга завидует, у нее зависть женская. Как это так, вдруг она его выберет? Снежана, как вам? Ну, мне кажется, его сюрприз сам за себя сказала. Если бы я был султан, у меня было три жены при этом. Ну, это просто домашняя заготовка. Он, наверное, часто ему нравится. Он ностальгирует по советскому кино. Поэтому, ну, вы знаете, мне показалось, что у него всегда идет «да», «но». То есть у него все замечательно. Он бесконечно о чем-то рассказывает. Но его букет тоже о чем-то говорит. Ну, по крайней мере, для меня. А что с букетом не так? Уж тушевый, что ли? Он устал немного, да, скажем так. А, вот, хорошее выражение. Букет устал. Букет устал. Заранее купили. Вот удивительным образом, как люди, однажды уехавшие из страны, похожи друг с другом. Ну, те, которые сюда возвращаются. Он абсолютно затормозился на 90-х. Все эти цепочки золотые, этот автозагар, понимаете, вот эта вот какая-то повышенная такая. Вот мы уже совсем давно и по-другому живем в этом деле. Нужно оценивать внутренний мир человека, прежде всего, да. Он будет всегда такой. Он будет в 70 лет так же зажигать. Он, в общем-то, знаешь, никому не привязан, никому и ни к чему. Его жизнь в молодом возрасте вот так поставила. Он везде свой и везде чужой. Вот, поэтому, если вы готовы рядом с ним участвовать в художественной самодеятельности, и вам будет это нравиться, зажигать с аниматором и получать от этого удовольствие, то вперед счастливее вас женщина не будет. Ой, Женечка, не потянете вы его. Ему, конечно, нужна взрослая женщина, которая будет слушать. С ним, может быть, тоже ностальгировать, как вот Лариса сказала. Поэтому я не рекомендовала его. В его гороскопе точный квадрат Венеры с Плутоном. У таких мужчин всегда обстоятельства, либо какие-то сложные ситуации забирают любовь. Но ему самому так только кажется, потому что в основе... Парусский это называется не понос, так золотой. Нет, в основе вот этой потери любви лежит все-таки его выбор изначальной женщины. Вот вы меня знаете, я с вами советую. Мне кажется, она тебе не подходит. Ну, ты же знаешь, какие женщины рядом со мной. А Венера в Близнецах говорит, ходок, любит молодых. Ярких, веселых, зажигательных. Ну, может быть, только возраст как-то все-таки скрасит это. Не скрасит. Давай поженимся теперь вашим мобильным. Наберите 0736. Роза и Василиса дадут вам совет днем и ночи. Второй жених готовится к рандеву с нашей невестой. А пока реклама, оставайтесь с нами. АПЛОДИСМЕНТЫ В эфире «Давай поженимся» у нас с людей Евгения. Встречайте второго жениха. Он бежит от нее сразу, смотри, он побежал от нее. Здравствуйте, Валерий. Здравствуйте. С кем вы? Мои подруги Света и Екатерина. Давайте на вас посмотрим. Валерий. 42 года. Владелец салона красоты и круглосуточной автостоянки. Бегает по утрам, занимается вокалом и играет в что, где, когда. Мечтает о пятерых детях. Предупреждает, что регулярно навещает сына в Германии и на дух не переносит меркантильных особ. Жена Валерия долго искала ему замену и как только достигла своей цели, выгнала его из дома. Надеется, что Евгении не присуще женское коварство. Валерий, вы такой симпатичный, здоровый мужчина. Спасибо. Что вас заставляло терпеть женщину, которая вам в открытую практически изменяла, и вы ей каждый раз прощали, и она приносила грязь в дом? Знаете, я вот, извините, перебью, я весь вот в отца. Весь в отца. То есть вот отец жил мной, и я вот жил своим сыном. То есть вот так получилось, что вот я вот хотел из него воспитать чемпиона. Меня, честно говоря, вот уже мало интересовало вот уже все вот с этой женщиной. Я всего отдал себя своему сыну. Да. Ну и ваша мама позволяла себе, да, наставлять отцу урага? Да. Мне кажется, какая-то у него неправильная модель семьи. Он готов прощать вещи, которые основополагающие. Вот вы поехали в Германию, чтобы спасти отца, а помочь ему могли только там. Да. Устроили ребенка, ребенок занимался спортом. Да. Жена работала? Да. И мама вообще тоже не работала. Жена не работала, да, и мама не работала. И они вдвоем, две подружки смелись там. Да, они спелись очень хорошо. И ходили, искали женихов. Слушайте, так все хорошо рассказываете. Молодцы, девчонки. Действительно, так и есть. В возраст он же... Да, когда я приходил домой, я мне говорил, что ой, а я с мамой разговариваю с твоей. Я думал, ну какая прелесть, думаю, с мамой разговаривают. Как все замечательно. А девчонки уже там пивка с сосисочкой закатили. Ну нет, ну нет, ну нет, прям так ушутрировано. С тюринской. Ну, нет, наверное, так не было. Ну вот. Ну не под сосисочку, под шампанской там. Ну смотри, кто пассажир, понимаете. Нас же учитывать в их вкусах. И вот вы с папанькой, с детем. Три мужика. Да, да, да. Не, надо, ребят, это поручно, надо круг уже как-то уже обрезать, да, оборвать, чтобы пацан не унаследовал ваш. Да, и получилось так, что вот как бы она вот этим всем занималась. Я бы, может, и хотел бы кого-то там найти, но в Германии найти кого-то. Зато она нашла возможность к полиции подойти и сказать, что вы ее... Что вы там с ней сделали с трубой-то от пылесоса? Да, был такой случай интересный. Мужчина, когда возвращается домой голодный, он так, ну, злой бывает, вот. А когда он приходит еще и не убранный в квартире, то есть идешь по ковру так, а там просто прям крошки такие от хлеба, то есть вот так вот. Да, да, и, ну, вот смотришь на этот общий бардак, то есть я пришел, то есть все вот это вижу, я говорю, слушай, ну, ты хоть приготовь немножко, я голодный. Он говорит, слушай, тебе надо, ты и готовь. То есть бывает такое уже, когда человек, человек, хотят просто избавиться, уже начинает просто уже, ну, таким образом хамить. Потом, слушай, ну, ты хоть бы убралась, говорю, хоть бы пропылесосила. Тебе надо, ты и пылесось. Бедный мужик, сам приготовить не может. Да, стал бы йогурт, открыл бы, съел банан. Вы, которые прощали ей измены, она тащила грязь семью, и вдруг вы ей говорите, ну, ты бы хоть пропылесосила, понимаешь? А она думает, он что, с дуба рухнул, и какой пылесосила. А ты что, сам не можешь, и рога мешает, или чего? Бедный мужик, она мучилась. Она его жестко дала. Об вас вытирали ноги, а вы с удовольствием ложились для того, чтобы ей было удобнее об вас вытереть ноги. Да. И когда вы нигде не выдержали, и так ее легонечко по голове, это шмяк. Нет, не по голове, а по спине. И она быстро раз в участок полицейский, они не стали разбираться. Там немножечко это по-другому делается, да. И вас, в чем мама родила, с зубной щеткой. Да, отпечаточки там сняли, все это. Он ударил жену, и его забрали в милицию. Засудили, типа, его. Лишили меня бессрочной визы, потому что... А это вот и судимость тоже дали, да, как у предыдущего? Нет, ну что. А мама с папой и с бывшей остались в Германии? Да. И у них какой сейчас статус? Отец у меня, к сожалению, умер. Так получилось, что мама поспособствовала, чтобы он, так скажем, на тот свет ушел. Слушайте, это у нас такая свекровь будет, что ли? Да, вот такая вот. Ужас какой. Сколько матери лет? Матери 60... По-моему, 5. Дружит с вашей бывшей? Однозначно. Они просто лучшие друзья. А твоя мама дружит с твоей бывшей? К сожалению, да. Каких больше ошибок не повторите? Вы согласны, что это был ад? Я могу сказать, каких ошибок? Я больше не повторю таких ошибок, как то, как жениться на девушке, у которой ничего нет, которая через тебя строит карьеру. Извините. Любым образом, то есть в финансовом плане, то есть уезжает ли через страну. А вы состоятельный сегодня человек? Я себе обеспечиваю, мне этого достаточно. Вы в Москве? Я в Волгограде живу. Ну, то есть у вас там есть квартира собственная, да? Вот смотрите, перед вами сидит молодая девчонка, 26 лет. Потянете? Что вы с ней делать будете? Я могу сразу сказать, нет, не потяну. Я знаю, что вы татуировки не любите, да? Ох, ну я просто боюсь, что вы мне сейчас не будете давать сказать об этом. Нет, говори, пожалуйста. Да? Любому мужчине неприятно, уколотая верхняя губа гиалуроновой кислотой. Любому мужчине, бывает исключение, бывает. Любому мужчине неприятные наколки, вот. Ну, сейчас это ласково называется тату, но называется это, грубо говоря, наколка. То есть это сразу прям чёрный жирный крест. Да, да, да. И третье, это пирсинг, хотя бы дырочка. От пирсинга, это уже тоже, это сразу. Ещё неизвестно, сколько татуировок скрывает её. Она говорит, он не на спине, он не на руках. Ну, вот это вот разворот рук, и тут вот это вот, ну это всё. У вас какие-то существенные претензии? Всё-таки 43 года, 43 года как-то несерьёзно. Нет, мне это, девчонки, мне нравится. Жена, которая вытирала ноги, изменяла в открытую, ни во что не ставила. И вы после этого говорите, что у неё татушки, ёкаломаны. Даже если у неё будут жабра и хвост, понимаешь, вы после того должны, когда агнется, протянуть к ней руки. На этой передаче, да, серьёзно, она считает на мужчин, но непонятно, что сама девушка готова предложить на отношения. Покажите сюрприз. Покажите сюрприз. Снялся Бресли, однако. Хоть пока со мною ты, лишь в моих мечтах. Всё. Спасибо большое. Девочки, будьте рядом с Валерием и дальше ему помогайте, направляйте. Проходите в свою комнату. АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас мы всё слышим. Нормально, хорошо спелось. Хорошего? Что вы скажете? Оно нам надо. Я вас смотрю. Ну такой сухарь, такой чёрствый. Боже, его расшевелить-то сложно. Я бы тоже этому человеку изменяла и не один раз. Что ж ты? Все хотят здесь изменить, Валера. Ну что это такое? Тяжёлый человек мне показалось. Я, наверное, не смогла бы с таким человеком общаться, с Женей делать выбор, но учитывая то, что она молодая, она хочет детей, это будет сложно с таким мужчиной растить детей в наше время. Ну пусть идёт к третьему, вот ради Бога. Он жил в такой атмосфере, где женщину уважать было не за что. Если мать ведёт себя непотребно, он какой должен был женщину перевезти в дом? Он такой же нашёл, как мать. У него другого примера не было. Ему казалось, что это нормально. Вот когда так нормально, когда отец занимается ребёнком, а мать гуляет, это нормально. Очень жаль, очень жаль. Я прямо искренне сочувствую. А я вот за Валерочку заступиться хочу. Ещё, ему, конечно, нужна, вот как Евгению, взрослая женщина. Валерия, вы знаете, у нас 99% в нашей стране вот таких женщин, как я, возрастных я имею в виду. Мы вас как матери обогреем, поднимем, и денег особо нам не надо, с вами поделимся. Правда, я за Россию, честное слово. Так что давайте. Зачем вам вот такая молодёжь статуированная? У нас хорошие женщины есть, я готова помочь. У Валерии очень сложный гороскоп с точки зрения отношений с женщинами. Более того, такие мужчины, они ходят по порочному кругу, и женщина выбирается такая же, чтобы расстравлять, чтобы поддерживать вот это ощущение того, что недостойные только особо могут быть рядом. С этим можно и нужно разбираться, тем более, что он занимается интеллектуальными играми. Я думаю, что он сам может постараться это сделать, и к специалисту обратиться, и сам с этим разобраться. Не сможет никогда в жизни. Вытеснить, нет, я говорю, и, и, я считаю, что человек и сам должен какие-то усилия предпринимать, и обращаться к специалистам. Тебе надо поменяться. Хорошо, что мы есть рядом у тебя. Как ангел твоей. Считаю, что не все потеряно, но нужно много работы, прежде чем он сможет спокойной, тихой жизнью какой-то. Совсем скоро невесте предстоит третье свидание. После рекламы Смотрина продолжится. Оставайтесь с нами. Вы смотрите «Давай поженимся», и я предлагаю Евгению встретиться с третьим женихом. Проходите. Он меньше ее на голову, прикинь. Она, кстати, по-моему, даже выше меня, нет? Александр, с кем вы пришли? Я пришел со своими друзьями Олегом и Екатериной. Очень приятно. Давайте на вас посмотрим. Александр, 29 лет. Врач-стоматолог. Гордится своим профессиональным мастерством. Мечтает, чтобы его дочь стала актрисой. Предупреждает, что не любит носить рубашки и галстуки. Признается, что теряет голову от ярких женщин высокого роста. Александр простил жене измену с пластическим хирургом. Закрыл глаза на любовную интригу с фитнес-тренером. Но когда узнал о романе с партнером по бизнесу, его терпение лопнуло. Надеется, что Евгения не заставит его страдать. Знакомьтесь, еще один представитель, которому можно сесть на шею, болтать ногами, при этом закрывать глаза, щелкать от их по носу. Он будет вести, если вы при этом высокая, яркая и молодая. Вам это нравится? Вас это возбуждает гадов? Смотри, ты не выдержала прямо, да? Прямо не выдержала. Почему? Объясните. Почему? Простил это, просил то. Это было раньше. Просто любишь человека, и это невозможно объяснить. Поэтому, когда вы желаете, вы на все закрываете. Вам даже это нравится. Сидеть, курить и говорить, моя там еще не приехала. И прятаться, потому что она приехала. Я очень люблю красивую женщину, но я люблю одну красивую женщину, чтобы была она одна. Да, потому что на одну тоже надо накопить, на красивую. Короче. Да не вопрос. Не вопрос. Зубы-то, у нас зубы. Да, скажите, давайте про вашу бывшую. Кстати, вы родной брата бывший. Нет, не нормально. Двоюродный. 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 Ты полностью меня. И что, мы все равно сейчас будем о ней говорить всю правду. Вы говорите, что хотите. Она моя сестра, ее люблю. Он мой друг, я его тоже женат. Ой, не согласна, друзья. Значит, так и было. По любви женится. Да, я не был женат. Я жил все 10 лет вместе, рука об руку, но не был женат. Почему? Потому что я не чувствовал, чтобы быть женатым, нужно... Нужно что? Нужно что-то... Я не знаю, как объяснить. Порядочная нужна. Да. Но это не мешало ребеночка сделать, да? Да. Это не мешало. А что, он просил, что ли? Я стоял за ребенка горой и просто со слезами на глазах просил, чтобы его оставили. И просил тещу, когда она будет держать ребенка на руках, она попросит у меня прощения. Она говорит, слушай, ты прыщ, ты женись сначала на моей дочери, а потом будешь рассусоливать здесь, да? А вы сказали, не для ее цветового, я хочу стать зубным архитектором. Слушай, я чувствую, что ты близко к тексту, прямо объяснил. Близко к тексту, но я хотел, чтобы моя дочь и моя жена будущая не имели ничего, кроме дохода и всего остального. Я хотел... Да хорошо, сначала нужно жениться. Почему же не жениться? У ребенка чья фамилия? Моя. В данный момент моя. Почему не женился? Это сложно сказать, потому что что-то препятствовало изнутри. У него нет мужского характера. Он не мужчина. Он так просто вот. Он даже говорит, как не мужчина. Но я любил всем сердцем, и я всегда это говорил. А доченька с вами? Да, дочь живет со мной два с половиной года. А та, значит, она так и ушла гулять дальше. У нее другой парень сейчас. Да ничего не ушла. Она с ребенком тоже видится, что начинается история. Она видится, да. Но дочь живет со мной и с моей мамой. Дочь живет с ней с мамой. Со мной. Потом она живет с тобой. Девочки сколько сейчас? Она живет со мной и берет ее на выходные. Девочки сколько сейчас? Ей пять с половиной лет. Я ее взял, когда мне позвонила теща и сказала, почему я должна содержать твоего ребенка, я приехал и в тот же день забрал все. А жена-то где зажигала в это время? Включая фотоальбом. Жены не было дома. А где она зажигала? Ее не было. Я не знаю. У нас все было нормально. Она просто... Я не знаю, как это объяснить, но она может притягивать. Вот просто поманить, и я пойду. Вот так это было до какого-то периода. Высокая была? Яркая? Высокая, яркая. С большими глазами. Ну, давай, давай. С большими глазами. С морозительными глазами. Кстати, я мужчину вас презираю, вот честно. Я не знаю, за пять лет я не говорила, потому что, ну, нельзя идти на поводу своего вот этого... Так я не иду на поводу у кого-то, у кого-то. Вы бежите впереди паровоза, потому что у вас инстинкт, у вас кроме вот этого гормона, который вам разбивает, хребет, париста, и слава тебе, Господи, пока они нас хотят, у нас сила в руках. Да, вот так, ну, что идут за наши выпуклыки. Нет, что пока нас хотят? У нас сила в руках. Да, это точно. Тогда для чего все эти разговоры, а, не знаю, о каком-то душевном тепле, я спрашиваю, умеете ли вы готовить, а на что вы способны, вам все равно. Послушайте меня, пожалуйста, это один человек. Как мне может быть все равно, если вокруг одного человека, если я создаю тепло, уют, я работаю на двух работах вокруг него, я снимаю квартиру, вокруг одного человека... Один, на вас плевать, она вам извиняет со всеми. А кто не грешен? Я. Ой, да ладно вам, а кто... Это роли-то тумачите, а кто не грешен, вам мне это нравится. С таким подходом, кто не грешен, что смысл тогда жениться? Вот если у вас будет выбор, жить с высокой, яркой красавицей, с большим интеллектом, ну, как вы показали, или с невысокой, не такой уж красавицей, и с не таким уж большим достоинством, ну, с очень хорошим человеком. Я прихожу в кафе, и когда у всех парней текут слюни рядом сидячих, я чувствую себя комфортно. Скажите, это из-за чего? Потому что вы невысокого роста, потому что вы невзрачный. Я не знаю из-за чего. Объясните, почему вам это нужно? Вы невзрачный, вы невысокого роста, и у вас еще в голове мусор. Может быть. Все, сегодня все попали под рожать. Да, так вот я вам задала вопрос, вы будете с той, на которую ведутся мужчины? Я буду с такой, на которой ведутся мужчины. Да, понятно. Желаю вам до гробовой доски страдать. А у вас очень удобно вытирать ноги, потому что вы удобны для этого. Покажите сюрприз. Женечка, я знаю, что ты хотел бы побывать в Рио-де-Жанейро, и я хотел бы окунуть тебя в этот мир немножко. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Спасибо. 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 Александр и с друзьями, проходите в свою комнату. И скоро узнаете, кого Женя выбрала. Ну как, Саш? Хорошо было. Бедный Сашка не знал, куда смотреть. На вашу грудь или на попке этих девчонок. И он прямо, я видела, что у него звучит астигматизм. Такой разовьется. Несчастный, да-да-да. Как вам жених? Забавный стоматолог. Жжет, конечно, не по-детски. Жжет не по-детски. Это не Женин вариант абсолютно. Он просто забавный мальчик, с которым можно дружить. Роза, а у меня же есть вопрос. Выбор между любить самой или быть любимой. Какой выбираете? Вообще, мама всегда советовала быть любимой. Но, наверное, я буду любить сама. Ну тогда, Александр, вам не подходит. Но вообще, из 10 женщин, которые выбрали быть любимой, 8 замужем. А из 10 женщин, которые выбрали любить самой, 2. Вот так что, извините, по теории вероятности. Он упорный. Видит цель, идет на нее, не видя никаких преград. И точно со своего пути не свернет. И не нужно думать, что этим мужчиной управляет женщина. Им управляют его страсти, его собственные страсти. Потому что никакая страшная любовь его не заставила все-таки жениться, заключить брак. Не заставила убедить ее никаким образом. Он делал только то, что хотел. В конечном итоге, она делала только то, что хотела. Вот так вот. Да, мы делали то, что хотели. Хорошо. Так что, нечего жаловаться, Саша. Ирина и Снежана, нужно выбрать одного жениха. Если среди сегодняшних претендентов достойный. Ну, я бы тебе рекомендовала все-таки повеселее. Это стоматолог. Даже если все получится, свяжу ее в Рио-де-Жанейро. Да ты что? Если все получится. А у меня подруга очень веселая. Поэтому, к сожалению, я тебе никого не порекомендую. Руза? Ну, изначально мы все декларировали про богатых мужчин. Вот они богатые были. Но богатая-богатая рознь. Кого-то для кого-то и 100 долларов это богатство, а кому-то и 100 тысяч, как говорится, мало. Поэтому я бы не рекомендовала выходить вам замуж за мужчином, как кошелек для мелочи. Ну, стоматолог мне тоже больше понравился. Вот сегодня мужчина, который подошел бы вам, не нашлось. Но Александр, последний наш герой, очень похож на вас. Он такой же козирог, как и вы, такой же упертый. У него такая же стрельцовская венера, как у вас. Он также любит и развлечения, и внешние эффекты, и страсти. Если уж выбирать сегодня, то именно его. Потому что, ну, может быть, какая-то дружба завяжется и выведет вас к чему-то новому. Я в любом случае вас поддержу, и мы все тоже, поэтому проходите, куда решили. Выражайте симпатию нашим будущим героям, отправляйте смс с их номером по телефону 4151. Александр, 27 лет, номер 2792. Руководитель проекта в департаменте теплоэнергетики. Хочет познакомиться с женственной голубоглазой блондинкой, которая умеет вкусно готовить. Тамара, 24 года, номер 2793. Старший администратор в гостинице. Познакомиться с самостоятельным и спортивным бизнесменом, который станет ей опорой. Мы не знаем, будет Евгения одна ли с избранником. Я приглашаю всех. Выходите, давайте ее поддержим. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Привет! Я на вас остановилась. Ты знаешь, я буду честен с тобой, да? Я с тобой выйду. Но есть три условия. Это первое. Нам придется что-то делать с татуировками. Второе. Придется что-то делать с подружками. Потому что, на мой взгляд, они глупые и завистливые. А честно тебе говорю. И третье. Надо заниматься спортом. У нас есть пара Евгения и Евгений. Если вы тоже хотите обрести свое счастье, заполняйте анкету на сайте Первого канала. Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, и вы хотите с ним познакомиться, отправляйте СМС именем героя на номер 4151. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, поженимся. АПЛОДИСМЕНТЫ Жених уникальный. Вот честно могу сказать, не потому что он мой сын, а потому что вот эта находка, вот обращаясь ко всем девушкам. Для шпионыша. Да. Вам кранчик-то не перекрыть, и вы же осемените полземного шара. Ой, вы мне сейчас прямо так ступик поставили. А вы, наверное, уже обратили внимание на меня и на мои шикарные волосы. И сейчас это все, что я могу вам подарить. Когда-то волосы поредеют, и никакого приданного больше от нее не останется. Это бедная бестия, слеза. Лишь вопрос, как я без тебя в глаза. Давай сбежи, включай беззвучный режим. Пойдем войною против всех. Субтитры подогнал «Симон»!